Пу-пу-пу-пу-пу-пу Мотор! Поехали! Всем добрый день! С вами снова ОМЗАП Сегодня будет очередное видео о дефектовке двигателя Д4ЦБ Двигатель наш от Гранд Старакса Вот здесь, если смотреть по регулятору Этот Гранд Старакс с 7 по 9 год Он у нас голубенький Вот такой же стоит Очень редкий цвет У ребят произошло следующее Сломалась турбина Поставили где-то там в другом техцентре новую турбину И снова там буквально через неделю две пропала тяга Пошел дым на эвакуаторе Притащили сюда С просьбой разобраться Вроде бы поставили новую турбину Вроде бы все было хорошо И снова опять турбина Сразу первое, что залезли в турбокомпрессор Вот он у нас здесь Увидели, что с трубы сзади идет белый дым и запах масла Засунули просто руку Вот видно, что разлетелся, обломило вал Если у нас радиальный Вверх-вниз, справа-влево То это может быть Скорее всего Из-за передула То есть клапан управления Неправильно отрегулирована турбина Это могут быть Повышенные картерные газы Из-за турбины Но в нашем случае У нас осевой Разбило Сразу проверили Пламя-госящие шайбочки Проверили Но они уже делались То есть их уже сделали То есть тут уже все сменили Но маслозаборник Никто не проверил После чего Уже следующим этапом Шло замер давления масла На горячую Показал он нам, что Давление 1,2 То есть если Можно сказать В критическом моменте То есть 1,6 Это уже Максимум Что может быть То есть У нас 1,2 После чего Сразу скрывается картер И там обнаружили То есть маслозаборники Которые внизу Наличие сажи Стружки от вкладышей И всякие гадости Там, я не знаю Кусочки ГРМа Там от пластикового успокоителя Какой-то герметик Там чуть красного Чуть черного Ну, всякий Вот В итоге Теперь мы его Будем разбирать Смотреть Что нам нужно Для того Чтобы его собрать И стоит ли его Вообще Собирать На данный момент Дело в том Что сейчас Запчасти подскочили В два раза выше То есть А то и Больше чем В два раза Разберем Посмотрим Можно ли что-то Спасти Сделать Либо что-то Останется целое Так же То есть Когда мы снимаем Делаем дефектовку Видно вот здесь Потекала Вот охлаждающая жидкость То есть Ну, это ладно С корпуса термостата То есть проверим Сам термостат Свечи накала Вот смотрите Первая выкрутилась Вторая Третья Я попробовал Не идут И у четвертых Ломился кончик Это опять же Это работа Это запчасти Помимо Кап Ремонта У нас вот Еще выскочат Такие вещи То есть Свечи накала Может одна Все четыре Опять же Роликов я Посчитал Что только один целый Понятно Что это будет Комплект прокладок Шайб под форсунок И расходники То есть Там уже Масло Фильтр И охлаждающая жидкость Турбина у нас Не оригинальная В нее можно Попробовать Поставить картридж Но Очень большой риск Очень большой риск Возможно Она пойдет Под замену Если Не осилим Поставить Оригинал То будем Ставить Также Аналог Но Опять же Все Чем Закончится Вот здесь Смотрите Такой ключик Люди сделали На регулятор Помимо того Что сломано Внутри Еще считаем То что снаружи Пробег я не смотрел Дело в том Что двигатель Уже делался Здесь То есть Видно Что внизу Герметик Уже и здесь Серый Полностью На всех И На поддоне Уже красный То есть Не первый раз Поддон Тоже скрывался Поэтому Говорить о пробеге Ну Как бы Это Не совсем Правильно Это может быть И совсем Другой Двигатель Надо Узнать Он ли Царник Сухо Ничего не Притекал Демпфер Целый Когда у нас Красный Антифриз Обязательно Снимаем Водяной Насос И смотрим Что с ним Потому что Он часто Съедает Лопастью Красный Антифриз Стало Стало Пескоструить Лопасть Видно Что Попадало Но еще Не съела Дренаж У нас Сухой Кто-то Делал Шайбы Непонятно Когда Это Делалось То есть История Об этом Умалчивает И снова Сгорели Может быть Не сделали Фрезеровку Не знаю Что произошло Вторая Третья Снялись Хорошо Вот Первая И Четвертая Не вытаскивается Вот так Выглядит Шайба Осталась Там Распылитель Вроде Не разбух Точно Такая же История Видите Да Как Вот То есть Вот Эта Сажа Забивает Наш Маслоприемник Вот Видно Что Она Пропускала Здесь И Здесь Шайба Стояла Правильно Но Видно Что Легла Она Там На Какой-то Песочек Что ли Или Мусор То есть Шайбы Сами Не Износились Не Успели Выгреть Даже Так же В одну Сторон Пропускала Цепь Оригинальная Вышла Чуть Растяжка Чуть Меньше Половины Здесь У нас Поэтому Возможно Даже При каких-то Там Условиях Мы Ее Оставим Так У нас Было Голодание Поэтому Вот Здесь Загир Есть То есть Полностью Шейки Сухие И на Расты Два Лах Есть Загир И Здесь Глубокие Вот Она Прям Цепляется Тоже Очень Сильно Прям Вообще Прям Цепляется В Идеальном Развитие Варианта Постель Под Замену Рокера Все Стоят На Месте Так Вот Смотрите Какой момент Что происходит Вот Вот Сгорела Сажа Разлетелся Первый Сухой Сюда Что-то Попадало По Прокладке Сложно Что-то Сказать По Головке Он Под Дым Лево Белым Получается Что Первый Цилиндр Сухой Четвертый Более Менее А вот Второй Третий Залит Маслом И На Клапанах Тут клапана Чистые А тут Прям Нагар Вот Вокруг Сильный Скорее Сего Причиной Были Маслосъемные Клопачки Может быть Масло Поступало Когда Разломало Турбину Вот Выброс Видите То есть Шел С первого Второго Цилиндра Свити Накала Тоже Здесь Кончик Отломился Это Один Успокоитель У нас Не Совсем Хороший Внимание Всегда Смотрим Шестерню Балансировочного Увала Левого Здесь Внутри Стоит Крышки Вкладыш Если Она Болтает У нас То есть Радиальный Люфт У нее Будет Допустим Осевого У нее Нет Радиальный Верх Низ Права Влево То Ей Конец Смотрите Какой Ход В Один Прекрасный Момент Она Заклинит И Наведет Шороху Он Как съедала Втулки Балансировочные И на Валах Тоже Задиры Здесь Крупные Задиры Пыталась Сожрать Насос Масляный Подклинивает Вон там Заборники Видно Лежат Вкладыши Вот там Внутри Даже Не знаю Видно Не видно И Задир Вот В одном Месте Он Прям Подхрустывает Но Вообще Даже Если Он Будет Крутиться Идеально Не важно То есть Все Попала Сажа Попала Стружка Это Сердце И Однозначно Он Выкидывается На Каждой Шейке Номер Вот Один И Стрелка Один Два Три Четыре Пять Задир На Коренном Вкладыш Вкладыш Остался Там Шейка Не Протер Не Провернула Когда Сильно Перегревается Вкладыш Коренной То Он Садится Становится Меньше Так Шатун Сейчас Снимаем Ну Выскочил Довольно Легко Даже В саже Там Как я Заглянул Хона Уже Нет Ну Основное Давление Держит Конечно Коренный Вкладыш То есть Коренные У нас В основном Были Все Разбиты Сюда Колечки Надо Протереть Покрутить Потому Что Кольца Часто Вываливаются То есть Раскалываются Потом Посмотрим В цилиндрах Если у нас Отсутствует Хон Вообще Отсутствует Хон То Смысла Нет Засовывает Там Кольца Смотреть Какие Зазоры То есть Либо Росточка Либо Гильзовка Разорвало Все Вкладыш Кончило Это Был У нас Третий Коренной Четвертый Цилиндр Хон Еле Еле Остался Вот В этом Цилиндре Вот там Внизу Есть Задир Внизу Часть Задир Здесь Тоже Точно Такой Задир Элипс От Того Что Поршень Болтался И здесь Отсюда Смотрим Вот он Здесь Хона Нет Здесь Также Элипс Задир То есть Поршня Болтались Здесь Точно Так же И здесь Вот отсюда Возьму Смотри Вот он Тут Даже Наверное Пальцем Чувствуется Будет Хон Отсутствует Вообще Вот И Опять Есть Задир И есть Элипс Если Вот такое Состояние У нас Есть Большие Задиры Отсутствует Хон То Нам То есть С вами Ничего не нужно делать Для этого Есть специально Обученные люди То есть Они померяют То есть Отдадим Токарю Блок Можно Отремонтировать Но Будет ли Оно Того Стоить Это Мы Узнаем Уже Попозже Коленвал Тоже Мы Сейчас Смотрим Сами Визуально Потом Опять Если Считаем Что Визуально Его Можно Расточить Мы Отдаем Токарю Они Смотрят На Микротрещины На Изгиб На Биение И Меряют Его И Если Можно Будет То есть Расточить Они Нам Под 0.25 Потому Что Под 0.5 Собирать Я Уже Не Буду Под 0.5 Долго Не Ходит Принвал Так Вот Он Вот Он Вот Он Ничего Вроде Нигде Не Цепляется Тоже Скорее Сем Мы Его Отдадим Вот У Нас Значок Hyundai Это Оригинальное Колено Визуально Не Точилось Но Все То есть Такие Вещи Надо Опять Довереть Уже Токару Он Померяет Он Знает Точный Зазор Вот Теперь Здесь Смотрим Здесь Хорошо Врови Тоже Хорошо 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 Вот Здесь Вот Есть Прям Такой Ну Визуально 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 Может быть Он даже Под Расточку И пойдет Но Опять же Не Будем Забегать Наперед С блоком То есть Для Того Чтобы Расточить Блок Можно Расточить 0.25 Можно Расточить 0.5 И то И другое Будет Ходить Ну Если Выработка Выходит За Грани То есть Нам Токарь Скажет Что Расточить Можно Только Под 0.5 Или Уже Нельзя Расточить И нужно Гигализовать Это Он уже Померяет И скажет И по Колену Первое Его Проверят Померяют То есть Можно Лера Расточить Под 0.25 Потом Посмотрят Не лопнул Леон То есть Там Специальная Жидкость Потом Поставят На Станок Проверят На Биение На Искривление И Дадут Ответ Что Да Мы Сможем Расточить То есть Это Мы Тоже Будем Отдавать Блок И Коленвал Сейчас Отдаем То есть В Токарку Разобрали Отдефектовали Все В принципе Знаем Все Увидели Теперь По Некоторым Вещам Нам Нужны Подтверждения Уже Именно Мастера То есть По Расточке По Расточке Коленчатого Вала Блока Легализовки Также Нам Нужен Будет Предварительный Список По Запчастям Необходим Которые Нужны Потому Что Опять Нам Демонтировать Потом Опрессовать Шлифануть Посмотреть Что С Направляющими Клапанов По Турбокомпрессору По Крышке Все Потом Покажем Расскажем Вам А сейчас Пока Все Турбокомпрессору